Дзинань Дзинань А я напоминаю, что мы продолжаем наше знакомство с блюдами шандунской кухни. И сегодня мы научимся готовить очень простое для запоминания дзинаньское блюдо. Быстро обжаренная на сильном огне свиная вырезка с кинзой. Для него нам понадобится 200 граммов свиной вырезки, 100 граммов кинзы, немного лука и имбиря, а также куриное яйцо, крахмал и куриный бульон. Это все необходимые ингредиенты. Вначале мы их подготовим. Нарежем кинзу на кусочки. А лука и имбирь соломкой. То же самое делаем и с имбирем. Далее порежем мясо. Вначале ломтиками. А затем соломкой. Далее мясо нужно приправить. Сперва соль. Перемешаем. Затем яичный белок. Готово. В конце добавляем крахмал, чтобы было вкуснее. На этом подготовка завершена. Далее мы приготовим это блюдо. Это очень просто. Наливаем масло в сковороду. Берем такое количество масла, чтобы оно равномерно покрыло дно сковороды. И нагреваем не сильно. Так, готово. Выкладываем вырезку. Обжариваем до смены цвета. Выкладываем мясо и сливаем масло. Далее обжариваем лук и имбирь до появления аромата. Наливаем бульон. Добавляем соль и усилитель вкуса. Добавляем сварь. Добавляем мясо. Выкладываем мясо. Жарим, помешивая. Выкладываем кинзу и блюдо готово. Все можно подавать к столу Нарежьте кинзу кусочками, а лук и имбирь соломкой Затем проделайте то же самое с вырезкой После этого ее нужно приправить Добавить крахмал и перемешать Затем вырезку нужно обжарить до смены цвета После чего обжарить лук и имбирь до появления аромата И налить куриный бульон Затем добавить соль и усилитель вкуса Далее остается лишь выложить вырезку и продолжить жарить Добавить кинзу Добавить кинзу Перевернуть несколько раз и можно выкладывать Очень надеюсь, что вы запомнили, как готовится это очень вкусное и простое блюдо Обжаренная свиная вырезка с кинзой Далее вас ждет еще одно дзинаньское блюдо, поэтому не переключайтесь Шэндунская кухня является одной из восьми традиционных кулинарных школ Китая Ввиду того, что Шэндун расположена в месте впадения Хуанхэ в море Главными ингредиентами блюд этой кулинарной школы являются морские и речные обитатели Также в этой кухне принято добавлять в блюдо куриный бульон для вкуса Причем бульоны бывают двух видов Для придания вкуса и для приготовления супа Сегодня мы узнаем с вами, как готовится этот суп В кастрюлю наливаем большое количество воды После того, как она закипит, выкладываем обычную и черную курицу Свернувшуюся кровь вычерпиваем поварешкой И непрерывно поливаем куриц бульоном Этот процесс должен продолжаться в течение примерно шести часов И можно снимать с огня Куриный бульон – это неотъемлемая часть дзинаньских блюд И вновь добро пожаловать в нашу программу Сейчас повар Инь расскажет нам, как готовить еще одно дзинаньское блюдо Господин Инь, вам слово Хорошо, все внимание на экран Записывайте новый рецепт Вначале нарезаем соломкой молодые побеги бамбука То же самое проделываем и с вырезкой Добавляем соль Усилитель вкуса Куриную приправу И рисовое вино для вкуса Перемешиваем, чтобы вырезка хорошенько напиталась вкусом приправ Чтобы она была более нежная, добавляем яичный белок И перемешиваем Затем крахмал и снова перемешиваем Добавляем чуточку масла И снова перемешиваем Далее на сильном огне отвариваем свинину В течение нескольких минут После чего выкладываем свинину На дуршлаг И сливаем воду Кладем на ложку соль Усилитель вкуса И наливаем бульон Выливаем все содержимое поварешки на сковороду Затем выкладываем побеги бамбука Добавляем воды и тушим Затем выкладываем побеги на тарелку И сверху посыпаем их кусочками вырезки А на сковороду тем временем наливаем бульон И даем ему закипеть Высыпаем кусочки лука И затем получившимся соусом поливаем вырезку Наша жареная вырезка готова Получилось очень вкусно Спасибо вам, мастер До встречи в следующей программе До встречи в следующей программе До встречи в следующей программе